Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии завершило расследование уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. По версии следствия, члены организованной преступной группировки в 2013-2014 годах создали на территории Чувашии сеть игровых салонов, состоящую из семи точек. За без малого года работы игорный бизнес принес владельцам около 5 миллионов рублей прибыли. Впрочем, расходы тоже случались. 140 тысяч было передано в качестве взятки. Полицейскому, который предупреждал их о рейдах, дал указание вернуть изъятое оборудование. Надо заметить, согласия в товарищах не было. Посредник, через которого передавали взятки полицейскому, часть денег присваивал. Вторая попытка расширить преступную группировку за счет сотрудников правоохранительных органов обернулась провалом всего бизнеса. Выйти на след преступной группы удалось после того, как один из членов ОПГ обратился к сотруднику межмуниципального отдела МВД России Цивильский с предложением о его незаконном денежном вознаграждении за то, чтобы тот закрывал глаза на деятельность двух игорных салонов, которые обвиняемые собирались открыть в Цивильске и в селе Красноармейском. Однако сотрудник полиции сразу же после поступившего к нему коррупционного предложения обратился к своему руководству и в последующем уже действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно, фиксировалась вся преступная деятельность обвиняемых и в последующем уже удалось полностью разоблачить деятельность членов ОПГ. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена благодаря взаимодействию Следственного управления Следственного комитета, Управления экономической безопасности, а также отдела собственной безопасности МВД Пучеваши. Продолжение следует... Продолжение следует...